Красные гвоздики к памятнику погибшим воинам Аман Тулеев возлагает цветы к мемориалу. Это место – первая точка сегодняшнего маршрута по Илыкаево. Отдав дань павшим героям, губернатор идет в гости к тем, у кого шанс прославить страну впереди. Дети Центральной сельской школы сегодня выглядят по первосентябрьски парадно. Учеба для сотен районных детишек теперь кипит в обновленных современных комнатах. Первые лица области застают школьников за дело. Вот класс технологий. Не успел губернатор переступить порог, как получил хендмейд-подарок. Эти дети от школьных обедов отказываться точно не станут. В построенном пищеблоке все по последнему слову техники. Овощи шинкуются за считанные секунды, пирожки в новых духовках получаются румяные, как те, что еще в сказках доставали из русской печи. Оценка пищеблоку с виду более похожему на ресторан, чем на школьную столовую – отлично. Такой же бал и больница, открывшаяся после капитального ремонта. За экскурсию по обновленному зданию почетные гости насчитывают 26 кабинетов. Терапевты, стоматолог, акушер-гинеколог и каждому специалисту новое оборудование. Но маленьким пациентам не до этого. У них теперь своя поликлиника и новая детская площадка прямо внутри здания. Анжелика – многодетная мама. Она воспитывает 87 сыновей и дочек. Ребятишкам из детского дома, которым руководит женщина, теперь не придется ехать в город за медпомощью. Обслуживание, которое проводится в детском доме, оно предполагает доврачебную медицинскую помощь. Здесь мы получаем помощь всех специалистов. Сюда возим свои лабораторные анализы, лабораторные исследования проводятся и ставим прививки здесь. Поэтому очень удобно. Очередной медицинский сюрприз жителям села Ялыкаева пройти необходимые процедуры теперь можно и вне больничных стен. Этот новенький паз в ближайшие дни отправится в необычный рейс. С виду вроде бы ничего примечательного. Зато внутри многофункциональный медицинский кабинет. Такая мини-больница будет колесить по району и принимать всех желающих пройти осмотр. Гинекологическое кресло, аппарат ЭКГ, спецвесы для самых маленьких. Врачи шутят при неотложке. Здесь можно и роды принимать. Оснащение позволят. И серьезно добавляют. Все же главное назначение этого фельдшерско-акушерского пункта, сокращенно ФАПа, первичный осмотр, а не комплексное обследование. Для последнего ялыкаевцам придется пройти в свою обновленную больницу. У нас при больнице существует уже не первый год мы работаем. У нас есть мобильная выездная бригада. То есть наши врачи выезжают практически ежедневно. Мы в год до 280 выездов осуществляем на территорию Кемеровского района. То есть мы смотрим более 10 тысяч человек в год. Поэтому эта работа у нас власть. А сейчас у нас просто есть прекрасные условия, в которых мы можем еще лучше смотреть людей. На эти прекрасные условия в медицине, образовании Илыкаева было потрачено более 30 миллионов рублей. Но игра стоила свеч. Итог своему визиту подвел Аман Тулеев. Купили новейшее оборудование. Причем все вот как в космическом корабле. Все автоматизировано, механизировано. Посуду моют, хлеб режется, картофель чистят. Шир-шир-шир, смотришь, все, морковки нет. И на пару. Ну на пару медики говорят, вот у меня замгубернатора здесь Сергея, что это лучшая пища. Лучшая. На пару. Ну 15 миллионов отдали мы. Конечно, отдачи не будет. Вот что-то построил дом, его видно. Ну 15 отдали, но это же дети. Надо же по-умному думать, если мы государственные люди. Они же нас должны заменить. Но заменить-то должна здоровая нация. А если это будет больная нация, они будут рожать больных детей. Район перспективный. Уже все смекнули, что лучше здесь жить, в субботу, воскресенье отдыхать, а 30 минут ехать в город. Все, уже все умные, уже не надо никого учить. И правильно делают. Район будет процветать, сомнений нет. Основные сферы жизни, ЖКХ, медицина, образование улучшатся к концу года во многих наших населенных пунктах. На словах звучит красиво. Новые школы, спортивные залы, пищеблоки, больницы, врачебные амбулатории. Как будет на деле, покажет время. Анна Печенегова, Сергей Юрин. Новости моего города. Новости моего города. Новости моего города. Новости моего города. Продолжение следует...